Друзья, всем привет! Сегодня у нас пятый день инвестирования. Каждый день, несмотря на то, что у меня сегодня день рождения, я не прерываю эту рубрику специально для вас. Поэтому с вас обязательно просмотр и лайк. Погнали! Друзья, первым делом хочу напомнить, что вы можете выиграть комплект мерча как за первое место по обороту на споте, так и за второе. Но если вы не попали на первое и второе место, также можно выиграть ваучер на 100 долларов и поторговать на фьючерсах. Три ваучера также будут разыгрываться. Вот здесь в моем телеграм-канале в закрепленных сообщениях можете это все почитать. Тут подробно все описано. Теперь давайте перейдем к делу. Первым делом CoinState. Переходим в трекер портфеля. Видим, что немного наш портфель просел на 3,7%. Почему? Потому что в принципе арбитру мы видим на 8,5%. Хорошенькая такая коррекция была. OneInch на 4,5%. MoonBeam на 3,18%. 1 Blur нас понемногу радует. И сегодня я приобрету неординарный актив. Но на данный момент мне этот актив нравится именно в средний срок. И соответственно на нем можно будет сделать несколько иксов. Давайте посмотрим, что это за актив. И не забывайте, друзья, после выхода этого видео перейдите в телеграм. Там будет голосование на завтрашний день. Будет 3 актива. Выберите один. Обязательно проголосуйте, какой мне купить завтра. Если по предыдущим проектам мы в принципе инвестировали в что-то такое фундаментальное. Здесь я хочу проинвестировать в гильдию. Это игровая гильдия, которая инвестирует в NFT и на этом зарабатывает. Помимо этого они играют в различные игры. У них несколько регионов. Данная игровая гильдия одна из первых, которая называется Eldgill Games. Ticket IGG. И в принципе рейтинг входит в топ 500 для игровой гильдии. Это достаточно круто. Если перейдем на их сайт, написано, что их миссия состоит в том, чтобы собрать со всего света игроков. И соответственно вместе все двигаться по разным играм. И вот внизу в принципе видно проекты, в которые такие крупные проекты. Мастодонт это League of Kingdoms, Axe Infinity, Illusion. В принципе все такие серьезные игры. Сейчас капитализация у нас всего 43 миллиона долларов. Это реально очень-очень мало. АТХ доходил почти 1 миллиард. АТХ капитализации я имею ввиду. И цена на данный момент сейчас всего 23 цента. Я вывел для себя определенные значения, по которым в принципе я бы фиксировался. Это две цели. Одна цель у нас идет на 50 центов и вторая на доллар. В принципе тут такие круглые значения. Пропустить нельзя по сопротивлению, по поддержке. Вот тут небольшие ложные пробои были, но соответственно все это возвращалось. Может ли цена еще ниже упасть? Конечно может. Но хочу заметить, что вот такие вот всплески объемов внизу видим. Неожиданных палками прям. Это говорит о том, что заходят какие-то действительно крутые ребята. И эту монету накапливают для Альцезона. Опять же это мое видение. Я не говорю, что это 100%. Но вот как я это себе представляю, как я это понимаю. Максимальная цена у нас была, кстати, 11,5 долларов. В принципе до этой цены я не думаю. Но если доходить до листинга 4,5 долларов, почему бы и нет? На самой-самой хорошей бычке. Давайте пройдемся по фондам. Сколько они собрали? Сколько у нас инвесторов? Сколько тир 1, тир 2? Самый ранний раунд всегда это сид раунд. Это, так сказать, пассивный раунд, когда только проект на стартапе. Самые первые ребята заходят. Занесли всего 1,3 миллиона. И из них лидирующим был Delphi Digital. Далее мы видим, что на серии 1, на серии 2 уже заходили более такие тир 1. То есть альфа какие-то фонды. Это А16. И тут мы видим на сит раунде всего по 1 центу заходили. На приват раунде почти по 5 центов. Почему такая разница? Обычно наоборот. Здесь нужно посмотреть на локап. Здесь в принципе 6 месяцев локап у стратегического. И 2 года локапа у приват раунда. Поэтому цена пониже. И вот все фонды, можете посмотреть, которые поверили в эту гильдию. И в этот токен. Если с вами перейдем в твиттер. Увидим, что 182 тысячи читателей. Перепоятное дело, вчитаем их в принципе все игровые гильдии, игровые проекты. Всего 1 миллиард governance token supply. И соответственно незамысловатое распределение. Грамотное с вестингами. Давайте посмотрим. Advisor 1.85. Инвесторы. Ранинвесторы 2.4.5. Founders 15. Это Team. Committee 45. И Treasury. Это залочено 13.5. И также ниже показано локапы. На какие локапы мы поделимся. И такой момент интересный. Смотрите. Founders. Team 15%. Двугодовой локап у них был. После этого в течении трех лет у них линейный вестинг. И вестинг у них начинается почти с июня. Даже наверное с мая 23 года. Именно с этого момента у них начинают разлачиваться монеты. Почему именно сейчас и покупают до лета? Некоторые думают, вот разлоки пойдут, будут лить. Я все-таки думал, что этого не будет. Объясню почему. Если мы посмотрим с вами на график. После разлоков команда не будет сливать токены. Им невыгодно. Они будут только пампить. Они будут раскачивать цены, чтобы выйти по хорошей цене. Я думаю, как минимум 2-3 доллара. Именно поэтому после разлоков они начнут качественно, я думаю, пампить цены. Это мое предположение. И сейчас я захожу на BinX, на Spot. Именно на ней я буду инвестировать. Потому что она для меня сейчас на данный момент привлекательная. Как по промо, так по простоте. И вообще по поддержке, как быстро все вопросы решаются. Поэтому рекомендую здесь участвовать. Максимальные бонусы можете получить. По ссылочке обязательно регистрируйтесь. И можете выиграть также мерч, о котором я вам говорил в самом начале. Нашли токен IGG-USDT. Нажимаем. И мы видим, что токен сейчас находится в самой нижней точке. Вот этой зоны накопления огромной. Нажимаем рынок. Сюда я нажимаю 20 долларов. И покупаем. И последнее, что я делаю, друзья. Это в CoinStat добавляем нашу транзакцию. Нажимаю добавить транзакцию. Также можете зарегистрироваться. И вот здесь ввожу монету. Все нажимаю сохранить. И вот наша монета. В принципе, видим на 19.97 купили. Друзья, вот такие вот дела. Уже 5 монет в нашем портфеле. Ну а вы ставьте лайк и обязательно голосуйте. Субтитры сделал DimaTorzok